здравствуйте в этом видео я вам расскажу что можно посеять зиму в теплице для того чтобы обогатить почву чтобы она вновь стала здоровая и плодородная я сеяла осенью и вот видите результат это сидераты сидераты нужно сеять практически каждый год это делается для того чтобы и почва стала более рыхлая после того как вы перекопаете вместе с сидератами будут обогащение почвы но можно то же самое сделать и в зиму то есть сейчас когда уже за окошком у нас снег мы 7 с вами сидерат вот это были последние посеяны сидераты они тоже успели зайти потому что было тепло даже здесь не было влаги но они все равно взошли это были сидераты по бокам посеяны намного раньше они подросли и перекапывать я буду данную теплицу уже весной осенью много дел просто не успели закончить ничего страшного все это перегниет и все это перекопается самое важное какой посеять сидерат в зиму чтобы далее с грунтом и с растениями томатом перцем огурцом было только положительная динамика есть различные сидераты есть бобовые это люпин фасоль со и чечевица горох повсевной поливной донник века яровая и озимая есть клевер а также есть крестоцветные это рапса редька масличная горчица есть злаковый это пшеница рожь овес ячмень есть гречиш на это гречиха есть сложноцветные это подсолнечник есть гидрофилы это фацелия то есть сидератов огроменное количество выбирайте любые но только основывайтесь на свой микроклимат на свою почву и что вы желаете от этого получить если на 1 заметили у меня лежит здесь опилки это теплица 3 на 6 и опилки я раскладывала еще ну примерно в конце сентября это делал для того чтобы немножечко подкислить в данной теплицы грунт именно опилки они хорошо закисляют если вы используете другие средства то это тоже хорошо но прежде чем все это делать обязательно измерьте ph вашего грунта и далее уже продолжайте основывать на том что здесь будет расти у вас томаты либо перцы либо будет целая теплица огурцов все только зависит от вас в этом году я посеяла сидерат горчица прекрасно помогает для обогащения почвы можно также ее высеивать в зиму что это значит то есть сейчас когда наступает у нас минусовая температура ничего не взойдет можно просто раскидать ее в теплице то есть посеять пройтись а немножко грабельками и весной она у вас взойдет когда уже будет тепло даже вы ее можете не поливать абсолютно весной все равно влага будет поступать в теплицу без вашего участия горчица относится к семейству крестоцветных как раз ее можно высеивать после томатов не высеиваете ее там где у вас росла капуста и на то же место тоже нельзя сажать не редис не капуста иначе будет плохой наоборот урожай а вот где у вас росли перчики огурцы и томаты там можно посеять горчицу горчица обладает следующими полезными свойствами она великолепно прям от на вашем уровне она усваивает из почвы весь азот причем препятствует выносу этого элемента из верхних слоев грунта позже она уже накапливает фосфор и калий когда вырастает при разложении зеленой массы если у вас сейчас она уже выросла но даже весной она тоже успеет у вас взойти и прекрасно ее можно разложить как раз эту зеленую массу на поверхности грунта и как раз горчица отдает этот фосфор азот и калий в почву то есть происходит полное обогащение грунта корневая система хорошо разрыхляет грунт он становится более воздушной зеленая масса и корни они перерабатываются и червями и микроорганизмами в простой биогумус что нам нужно если посеять ее в зиму то на этом месте где она будет расти не будет никаких сорняков мы потом просто перекапываем делаем лунки и сажаем нашу рассаду томаты перцы огурцы еще мне нравится что горчица это та же самая органика прекрасное удобрение для нашей земли а также подавляет размножение вредителей и различных болезней горчица угнетающий действует на патогенные грибы в том числе на возбудители фитофтороза и фузариоза поэтому все эти сидираты в зиму если вы сейчас не успели я все это перекопаю культиватором можно просто разрыхлить кому как удобнее если например у вас металлические либо деревянные грядки то в основном все рыхлят там культиватор не используют у меня таких грядок нет поэтому мне можно за буквально пять минут перекопать теплицу 3 на 6 сейчас мы не успели но ничего страшного земля уже немножко подмерзает и внизу уже более влажной поэтому культиватор в такое время я не буду использовать но на сегодня это все заходите на мой канал смотрите другие видео если вам понравилось видео поставьте лайк подпишитесь на канал чтобы не пропускать новых видео всем спасибо и до новых встреч